На живописной пляцовце зорки юбилейной пройшла сустреча сяброу. Объединавшися уже в четвертый раз, отделники мероприемства, примеркованного до Дня народного одинства, с корыстью и задовольнением бавили час на свежем поветре. Шмат физичной активности, цикавых контактов и корыстных занятков. Организаторы так адаптовали программу, как задоволить усе потребы людей с особливостями. Более за 60 представников Центра у Дённого знаходжения Кострычненского, Ленинского районов Гродно, а так самоскиделя оценили масштаб спортивно-оздоровленчего свята и отказали на это подякай. Татьяна Грышук, Подрабязни. Судовная Веросневская надворья спрыяла активностям. Урочистой открытие и старт. Для шести команд были распрасованы спортивные задания на спрытность и кемливость. По словах специалистов, для людей с особливыми потребами развития важно, каб яны отримливали больш розного опыту. Эта стануча отбивается на настроях, поводинах и звычках, формируя житевый опыт, как показал квест у этих худельников с переодольванием пирожкотняма. Сюда мы приезжаем с ребятами уже четвертый год подряд. Мы имеем опыт, а каждый раз мы готовим для них самые разные задания, чтобы мы не привыкали, всегда было какое-то новое испытание, что позволяет им развиваться, проявлять свои самые лучшие качества, потому что, чтобы выйти из зоны комфорта, надо сделать обязательно шаг вперед, без этого никак нельзя. Мы будем развивать у них такие изыскательские способности, потому что бонусом будет нужно найти шарик своего цвета, который спрятали между станциями. Команды мы будем составлять разнообразные, поделим все районы в перемешку, для того, чтобы тоже выйти из зоны комфорта, чтобы могли познакомиться, объединиться. У дельники спортивно-оздоровленчика свята – люди розных взрослых. Яны активные, матанакированные, талиновитые. Мати их раследь наведая. Быть не таким, як усе – это мужность. Але с подтримкой сбоку специалистов и близких людей можно многого досягнуть и в спорте, и в творчасти, и в житии. На протяжении 10 лет мы входим в отделение дневного пребывания инвалидов Октябрьского района. Но очень нравится моему сыну и мне тоже. Он, конечно, сам не может. Поэтому я каждый раз веду на занятия. Там отсиживаю положенные часы, потом мы с ним возвращаемся домой. У Гродинской области проживают 60 тысяч человек с инвалидностью. Функционует 20 центров социального обслуговывания насельництва. Два с их у Лицким районе – у Бяроза в Циэллиде. Люди за сабливым лесом охоплены у Сибаковой подрымкой. Одна с праял клопоту – это организация и проведение адмысловых программ и свят. В оси сёле-то у Зельве гучно прошёл фестиваль молодых инвалидов, який собрал 250 удельников. Ежегодно для ребят организуется нашим областным комитетом по труду занятости и социальной защите фестиваль молодых инвалидов. Он проходит каждый год в различных районах области, где они тоже раскрывают свои творческие таланты посредством танцев, песен, спектаклей. Ребята все интересные, каждый со своей судьбой, каждый со своими проблемами в плане физического здоровья. Но все очень целеустремленные, молодые, активные, позитивные люди. У Гродни и в области люди с асабливостями не застаются у Баку от значных дат и падей. Для их и с их делом организовываются тематичные мероприемства. В этом году с Устреча Сябро была промеркована дам молодого державного свята – Дня народного единства. А тому набыла особливый символичный сенс.